Жил в мельничном ларе мучной червь-дармоед. Наелся он как-то свежей муки, Выполз на край ларя, зевнул и спросил, «А кто мелит муку?» «Как это кто?» — проскрежетал Жорнов. «Я». «Нет, я!» — проскрепила на это Деревянная рабочая шестерня. «Я кручу ось, на которой ты, Жорнов, сидишь. Значит, я и мелю муку». «Это еще что?» — заспорил главный вал мельницы. «На ком ты надета, шестерня? Не на мне ли? Не я ли мелю муку?» Тут мельничные крылья не утерпели И засвистели на ветру. «Мы, крылья, всех вас вертим, Крутим и двигаем. Значит, мы и мелим муку!» Услыхал это ветер и сильно разгневался. Рванул он дверь мельницы, Выдул прочь мучного червя-дармоеда И так задул, что только крылья у мельницы замелькали. От этого главный вал, деревянная шестерня и Жорнов заработали, Завертелись быстрее, веселее пошел, помол муки. «Поняли вы теперь, кто мелит муку?» «Поняли, батюшка ветер, поняли!» Ответили все. «Хойли!» — ухмыльнулся мельник. «Не всем дано понимать, кто мелит муку, Кому подвластны все ветры, все воды, Кто строит все мельницы на земле!» Сказал так мельник и повернул главный ветровой рычаг. Остановилась работа на мельнице. Все замерли. И Жорнов, и вал, и шестерни. Потом смазал мельник скрипучие места, Засыпал нового зерна, Выгреб смолотую муку и опять пустил мельницу. Плавно заработали крылья, Молча завертелись главный вал и рабочая шестерня. Без болтовни, без пустого скрипа. «Хм, так-то оно лучше!» — молвил старый мельник. Запер на замок мельницу, Пригрозил ветру пальцем, «Смотри у меня, мели!» И пошел обедать, Эту самую сказку своим внучатам рассказывать, Чтобы они знали, кто мелит муку, Кому подвластны все ветры, Все воды, все мельницы на земле.